Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Валерий Шилякин, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Валерий Александрович, добрый вечер. Добрый. Поговорим об особенностях работы вашего фонда в наступившем 2020 году, может быть о новшествах, которые появились или появятся для нас пациентов. Но начать бы я хотел вот с чего. Я бы хотел попросить вас напомнить мне и нашим зрителям, как в России устроено финансирование государственной медицины и какова здесь роль территориальных фондов обязательного медстрахования. Спасибо за вопрос. Несколько слов о системе ОМС. Система ОМС это основной финансовый институт, который позволяет аккумулировать денежные средства и потом оплачивать медицинскую помощь, которую бесплатно получают граждане нашей страны. В нашей области работает территориальный фонд ОМС, как говорится, Свердловской области. Бюджет фонда в текущем году 63 миллиарда рублей на оплату медицинской помощи, которую будут получать наши жители области на территории самой области и за ее пределами. В этом участвуют, безусловно, лечебные учреждения, как государственные, так и частные сети. У нас 25% участников, это частная сеть. И страховые компании, у нас их 5, разные финансовые источники, разного масштаба, есть федеральные, есть региональные. Все коллеги работают корректно. Хорошо. Как изменился бюджет? Вы сказали, назвали цифру, да, 63 миллиарда рублей на год, на 2020. Это всего, да, получит областной фонд медстрахования. Это больше, это столько же, сколько в прошлом году. Вообще, какова динамика, каковы изменения здесь? Нет, в последние годы бюджет фонда прирастает существенно. В текущем году он снова вырос. Если у нас в 2019 году 59 миллиардов, в этом году 63. Прирост 4 миллиарда рублей. Безусловно, в этой сумме основной прирост связан с новым относительно проектом. В последние годы у нас идет как профильный или там основной. Это онкология. При росте в текущем году средств на это направление 2,5 миллиарда рублей. В прошлом году расход был у нас 5 миллиардов. В этом году планируется 7,5 миллиардов рублей направить на лечение онкопатологии. Это в полтора раза практически, да? Рост за один год. Есть ли расчеты, сколько стоит, если можно так выразиться, страховой компанией и фонду один пациент в год? В разном профиле он стоит, собственно, разных денег. В дневном социале это цифра одна, в круглосуточном цифра другая, в поликлинике третья. Поэтому здесь нужно смотреть, собственно, цену пациента того или иного профиля. Ну понятно, то есть вот такая цифра получается разная, да? Каковы медицинские приоритеты фонда в этом году? Ну вот вы уже об онкологии сказали, можно чуть подробнее эту тему раскрыть. Но я так понимаю, есть и другие направления, на которые особое внимание и финансирование будут направлены. Безусловно, поскольку, я уже сказал, проект онкологии основной и самый ресурсоемкий, поскольку здесь сложные технологии, очень дорогостоящие оборудования, дорогостоящие медикаменты. И, отвечая на ваш второй вопрос, в отношении стоимости пациента, то верхнего лимита его не существует. Цена химиотерапии курсов превышает в миллионы рублей, а когда их, собственно, ни два, ни три, это вырастает в десятки миллионов рублей на одного пациента. Такие ресурсы у нас для этого есть. Второе направление связано непосредственно с темой тоже онкологии и других заболеваний. Это как раз профилактика, диспансеризация, которая позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания и лечить их более успешно, с лучшим эффектом, как раз сохраняя здоровье и жизнь пациентов. На диспансеризацию и профилактику выявлены отдельные ресурсы. В текущем году часть дорогостоящей диагностики отдельно тарифицирована. Это КТ, МРТ, молекулярная генетика, УЗИ сердца. Они отдельно оплачивают... У нас диспансеризация подразумевает такие сложные манипуляции медицинские. Мне казалось, там все гораздо проще. Значит, первый этап... Анализы крови, кардиограмма и до свидания. Первый этап, правда, проще. Если есть показания, либо опасения у врача, он назначается второй этап. Углубленное обследование. И по показаниям проводится, собственно, бесплатно. Вот смотрите, такие замечательные возможности у нас появляются для профилактики, для, скажем так, добровольного обследования. Люди этим пользуются? Люди этим пользуются. Надо сказать, что в текущем году сроки ожидания дорогостоящей диагностики сокращены. Если в прежние годы КТ, МРТ было показано в течение 30 дней, значит, в текущем году это 14 дней максимальный срок ожидания. Если пациент онкопрофиля, это 7 дней. Ничего себе! Для пациентов с подозрением, либо выявленным заболеванием, сроки получения дорогостоящей диагностики, либо госпитализации сокращены вдвое. Валерий, я думаю, каждый из наших зрителей сейчас скажет, секундочку, я слышал, я знаю от своих знакомых, от знакомых-знакомых, о том, что людям приходится ждать гораздо дольше медицинской помощи или исследования, о которых вы говорите, чем упомянутые. 7 дней, 2 недели и так далее. Как так получается? Вы лакируете действительность? Или, может быть, у пациентов есть какие-то рычаги, о которых мы не знаем, как это все можно ускорять, как это можно эффективность увеличивать? Хороший вопрос. Действительно, сложности у пациентов бывают, мы об этом знаем. Ты пришел, тебе записали, через 3 месяца приходите, у нас очередь, а вы говорите 2 недели. Мы про это знаем, такие сложности есть, мы стараемся с ними работать. И у меня призыв к пациентам, к застрахованным, при несоблюдении сроков или предложении платности обращаться в свою страховую компанию, к страховому представителю, как раз для решения этой проблемы. Помощь должна быть оказана в нужные сроки и бесплатно. Страховая компания имеет реальные рычаги воздействия на ситуацию? Страховая компания имеет реальные рычаги воздействия на ситуацию. В страховых компаниях есть институт страховых представителей, которые занимаются как раз этими сложностями. То есть пациенту нужно найти страхового представителя, и он дальше уже будет вести эту историю. На полисах, которые на руках у застрахованных есть, они есть в бумажном виде, они есть в пластиковом. Оказалось, уже у всех нового образца. Это по выбору человека. Есть телефон страховой компании. Как правило, телефон работает круглосуточно. Можно обратиться в любое время суток на телефон горячей линии и проблему свои решить. Страховая сама заинтересована в решении этой проблемы? Безусловно. Почему? Ну, они точно так же говорят, ой, вы знаете, не до вас сегодня. Приходите завтра, приходите завтра и без конца. Финансирование страховых компаний зависит от числа застрахованных. Все застрахованные имеют право компанию сменить. Если будут работать некорректно, они потеряют свое поле, потеряют свое финансирование и уйдут с рынка. То есть пациент, если с ним обращаются как-то некорректно, ну, как минимум, для начала можно сказать, ребята, я уйду от вас. И тогда отношение, ну, мы надеемся на это, должно измениться. Лучшую историю. Отношения, безусловно, меняются. Обращения к страховым компаниям растут от года в год. Это не только вопросы, связанные с получением там полиса, где мне поменять его потерял. К счастью, обращение становится больше именно сущностных, с вопросами, связанными с получением помощи. Где я могу получить, платно или бесплатно, куда лучше обратиться, где меньше очереди, такие вопросы возникают. Страховые компании их решают. Давайте вернемся на несколько шагов назад. Я бы хотел уточнить, ну, опять же, в качестве примера, на какую помощь могут рассчитывать пациенты, у которых выявлено онкологическое заболевание. Ну, опять же, в какой срок? По срокам, значит, надо сказать, что срок госпитализации плановой для пациентов это 14 дней. Для пациентов с подозрением или онкозаболеванием это срок максимальный 7 дней. От момента выявления до момента госпитализации. Значит, то, что касается диагностики, тоже вам сказал. Значит, консультация врача-онколога максимум 3 дня, взятие биопсии это 1 день, выполнение биопсии максимальный срок 15 дней и при подтверждении диагноза и показаниях. Это срок, я уже сказал, госпитализации максимальный 7 дней. В отношении, собственно, что положено по полису. Значит, каких-либо ограничений в получении медицинской помощи практически не существует. Пациент должен госпитализировать, исходя из типа опухоли, стадии. Соответственно, будет проведено либо лечение хирургическое, либо лечение радиологии, химиотерапии. Собственно, это исходя из показаний. Ну, понятно. И алгоритм действий далее следующий. Если сроки не соблюдаются, обращаемся в страховую. В страховую компанию, конечно. Если со страховой регулировать вопрос не получается, есть какой-то надзорный орган, куда можно жаловаться и который, собственно, поправит страховую. Это как раз территориальный фонд, это мы. А вас где искать? Ваш телефон на полисах не указан. Значит, наш телефон есть на сайте фонда. У нас есть специализированный отдел, кто занимается защитой прав застрахованных. Работает, собственно, с 8.30 до 18.00. Давайте поговорим еще о профилактике диспансеризации и прочие вещи. Вы сказали, что в этом году тоже денег на профилактику выделяется больше. Я бы даже, может, немножко с другого, Максим, начал. Давайте. В 2019 году внесены изменения в приказ Федерального Минздрава как раз по теме диспансеризации профосмотров, изменения, собственно, сроки и поводы для прохождения. Диспансеризация проходит с лицами до 40 лет. Один раз в три года. Да. Свыше 40 лет. Ежегодно. Ежегодно. Хотел бы обратить на это внимание наших зрителей, что раз в год людям старше 40 лет диспансеризацию проходить нужно. Так ничего ж не болит. Ничего ж не беспокоит. Зачем? Когда начинает болеть, может оказаться поздновато. Поэтому лучше выявлять заболевание на ранних стадиях и о себе беспокоиться. Многие имеют автомобили, болит у машины или не болит, раз в год проходит ТО. Аналогия. Здоровье, я думаю, поважнее, чем ТО твоего собственного автомобиля. Что должен знать каждый о профилактических исследованиях? Ну, кроме того, о чем вы только что сказали. Раз в три года до 40, ежегодно после. Ну, нужно знать своего участкового врача. И, собственно, доктор при обращении всегда организует прохождение профосмотра либо диспансеризация. Мы клинику сами выбираем, где проходим профосмотр? Или по назначению это все происходит откуда-то свыше? Ну, как правило, люди обращаются в поликлинику по месту жительства, где они прикреплены, где доктор, собственно, их знает. Поэтому, конечно, надо обращаться к себе по месту жительства, хотя каких-либо ограничений по месту прохождения не существует. Если человек обратится с полицей ОМС в другое учреждение, ему тоже профосмотр и диспансеризация проведут. А если мы говорим не о профосмотре, а о каком-то заболевании, только по месту жительства человек может обращаться? Или в любую клинику, в какую он захочет, чтобы получить бесплатную помощь? Список клиник, которые работают в системе ОМС на сайте территориального фонда есть. У нас их больше 200 в текущем году. Поэтому обращаться можно, безусловно, как бы в любую. Но рекомендация обращаться туда, где вас врач знает, постоянно наблюдает, и где, собственно, вы можете потом отсидеть врача на дом, если будет в этом необходимо. Это все-таки по месту жительства. Это рекомендация. А сами-то больницы, сами клиники заинтересованы в том, чтобы к ним больше пациентов приходило? Ну, вроде бы формально, чем больше пациентов, тем больше денег. Ну, так и есть. С другой стороны, вас много, я одна. И времени не хватает. Поликлиники получают финансирование по душевому принципу на число прикрепленных граждан. Поэтому чем больше прикрепленных, тем больше получают финансов. Павел Александрович, последнее. Еще раз вернусь к теме взаимодействия пациентов со страховыми компаниями. Все-таки, почему люди пока еще редко обращаются, редко отстаивают свои права пациентов именно таким образом? Не знают элементарно? Говорить им об этом надо? Напоминать им об этом нужно? Чаще не знают. Конечно, страховые компании обладают специальным институтом страховых представителей, которые признаны решать проблемы застрахованных. Их в области у нас более чем 350 человек. Это сотрудники колл-центров, это СП-1, так называемый, который отвечает наиболее часто встречами. То есть, только этим и занимаются. Вопросы о работе в круглосуточном режиме. СП-2 – это люди, работающие в лечебной сети, чаще всего в париклиниках, по графику. С ним можно познакомиться на сайте территориального фонда. Они признаны решать проблемы непосредственно при обращении в медицинское учреждение. И страховые представители третьего уровня – это врачи-эксперты, которые разбирают сложные случаи, требующие экспертных подходов по жалобам застрахованных. В общем, стесняться не надо, ждать того, что помощь придет откуда-то тоже не надо. Надо брать и обращаться в страховую компанию, если что-то не так. Во многих поликлиниках устанавливают телефоны прямой связи со страховыми представителями. Они есть? Обращайтесь. Они есть? Значит, ими надо пользоваться. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Валерий Шилякин, директор территориального фонда обязательного медстрахования Свердловской области. До свидания и удачи.